Добрый день, уважаемые телезрители! Вашему вниманию ежедневная общественно-политическая и социальная программа МЕЗГУЛЬ. Буквально еще в январе прошлого года в области регистрировалось достаточно большое количество заразившихся корью. Причина была банальна – отсутствие вакцинации. Как же обстоят дела с этим опасным заболеванием в текущем году? Сегодня на все вопросы телезрителей ответит заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Серик Амарханов. Прямо сейчас он находится с нами на связи. Здравствуйте, Серик Сексимбаевич! Здравствуйте! Как на сегодняшний день состоит эпидемиологическая ситуация по коре в Акмолинской области? В целом эпидемиологическая ситуация в текущем эпидемиологическом сезоне стабильная. По сравнению с прошлым годом у нас отмечается снижение. Если у нас за январь и февраль зарегистрировано 23 лабораторно подтвержденных случая, то в прошлом году в январе месяце зарегистрировано 64 случаи и в феврале 71. То есть снижение идет в целых 11 раз эпидемиологической ситуации. Какие действия противоэпидемиологической службы Вы назвали бы эффективными при угрозе распространения вируса кори? Во-первых, я считаю, что это информировано население нашей области, для чего у нас на сегодня имеются все возможности. Мы широкомасштабно проводим разъяснительную работу, используем социальные сети, поскольку у нас сегодня это является актуальными. Ведем в социальных сетях Facebook, Instagram, свои личные странички, странички департамента. Также у нас имеется официальный сайт департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области, где на постоянной основе мы размещаем свои инфографики, различные брошюры о мерах профилактики, как себя предостеречь, как себя необходимо вести в местах массового скопления людей и так далее. Какие профилактические мероприятия Вы рекомендовали бы, чтобы защитить семью, а главное детей? Наверное, здесь также нужно задать вопрос о вакцинации. Вакцинация, да, в целом у нас корь, она является вакциноуправляемой инфекцией, и единственной мерой защиты это специфическая вакцинация. У нас в плановом порядке дети прививаются в годик, это в 12 месяцев, и ревакцинируются в 6 лет. Также у нас была проведена, поскольку у нас среди детей наибольшее количество регистраций случаев кори, более подвержены это дети до 14 лет, а среди старшего поколения уже менее подвержены они идут. Но протекает у взрослого поколения корь намного сложнее. В этой связи у нас была проведена дополнительная иммунизация против кори и краснухи. Это дети в возрасте 9 месяцев. Если у нас подлежало, к примеру, порядка 8-10 тысяч, то было привито около 7,5 тысяч детей в период кампании. Ну, я думаю, это как бы и в результате у нас на сегодня имеется спад заболеваемостью кори, сезонный спад кори. Как много сегодня отказников от вакцинации в нашем регионе? По отказнике, конечно, они были, есть и будут отказники, но с ними проводится разъяснительная работа. Мы привлекаем управление по делам религии, если это на религиозной основе. Мы привлекаем медицинских работников, инфекционистов, чтобы они более уже подробно беседовали с родителем. Здесь в основном, конечно, у детей права как бы голоса нету в 9 месяцев, в годик. Они даже не осознают, но отказываются в основном родители. Это которые неправильно черпают информацию из социальных сетей. Они, к примеру, ищут только негативные. К примеру, вот даже если привитой ребенок, он может заболеть, да, может, но у него уже сама форма течения заболевания, она пройдет в легкой форме. Осложнение, конечно же, здесь у детей могут быть бронхиты, ларингиты. У взрослых людей она уже более в осложненной форме протекает. Здесь могут быть минигиты, вплоть до миниганцефалитов. Что делать, если все-таки это случилось, и человек заболел корью? Ну, во-первых, здесь ничего страшного в этом нету. Корь, как бы, она, если она протекает в легких формах, она, как бы, никаких последствий не остается. Во-первых, необходимо обратиться к медицинскому работнику, то есть по месту прикрепления это в поликлинику надо обратиться, где уже квалифицированные врачи окажут соответствующую медицинскую помощь. Здесь самолечением заниматься смысла нету, конечно же, поскольку здесь единственная мера профилактики – это вакцинация. Также родителям не стоит отказываться от вакцины. У нас, поскольку вся вакцина, которая заходит на территорию Республики Казахстан, она сертифицирована, соответственно, апробирована уже, имеет свой сертификат качества. Серег Сексембайович, спасибо вам большое за такие подробные ответы. Ну а наша программа Мезгель подходит к завершению. Не пропустите следующие выпуски на телеканале Кокщия. С вами была Оксана Матасова. Всего доброго, до новых встреч и, главное, не болейте!